Всем привет! Меня зовут Стася Сараева и сегодня я делаю небольшой обзор на новые для меня маркеры ZIG CureColor. Маркер имеет два наконечника, широкий или долото и тонкий наконечник. Тонкий наконечник на корпусе визуально обозначен серой полосой. В этой линейке маркеров имеется 136 цветов и чернил для перезаправки, а также в продаже имеются дополнительные наконечники для маркеров. Пластиковый корпус приятен на ощупь, но в руках маркер лежит не очень удобно из-за своих граней, но это сугубо мои ощущения. Колпачки закрываются плотно, открываются довольно легко, но в процессе работы, когда часто приходится открывать и закрывать маркер, можно случайно деформировать колпачок, слишком усердно пытаясь засунуть маркер в колпачок не под тем углом. Если бы не квадратный дизайн корпуса, этой проблемы можно было бы избежать. Оттенок маркера обозначается наклейкой на торце колпачка, что делает невозможным идентифицировать маркер, когда он лежит на столе. А теперь посмотрим, совпадают ли реальные цвета чернил с наклейками. Я бы сказала, цвета довольно похожи, несовпадения идут явно в серо-голубых, поэтому мой вам совет, в любом случае делайте выкраску, чтобы знать, какой цвет вы берете. Ну что ж, приступим непосредственно к тесту. Для более полной картины я использую два вида бумаги. Первая это специальная бумага для маркеров плотностью 70 грамм на квадратный метр. Вторая бумага универсальная плотностью 150 грамм. Тестовые листы у нас готовы. Под номером 1 показана ширина штриха наконечника долото и его кончика и ширина штриха тонкого наконечника. В прямоугольнике 2 вы можете видеть количество тонов, которые дает один маркер при наслоении. Стандартно 3 тона. Квадраты 3 и 4 отображают, как ведут себя чернила при различных способах заливки. Характерная полосатость маркеров проявилась сильнее на универсальной бумаге, но в целом можно сказать, что заливка равномерная. При накладывании чернил, не отрывая пера от бумаги, заливка получилась еще более плотная и гладкая. Далее идут градиенты в 2 и 3 цвета под номерами 5 и 6. Я специально выбрала основные цвета и таким образом поставила перед маркерами непростую задачу, с которой они, к сожалению, справились не очень хорошо. Плавных градиентов не получилось, как я не старалась. По моему мнению, маркеры идеально подойдут для интерьерного скетчинга и промышленного дизайна, где допустима графичность. За живописностью будет сложнее, так как добиться плавного градиента не очень просто. Ну что, а теперь порисуем? Музыка. 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 Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...